Альберт Эйнштейн, Кофи Аннен, Ян Флеминг и даже мать Тереза сделали это. Все они в свое время окончили швейцарские вузы. Швейцарское образование само по себе является брендом. И если вы оказались на перекрестке в раздумьях, куда повернуть налево в государственный вуз или направо в частный, всегда есть те, у кого есть компас. Швейцарское образование в Швейцарии считается одним из самых качественных в Европе. И швейцарские университеты каждый год попадают в рейтинг 50 лучших вузов Европы. Чем обусловлено такое постоянство? В первую очередь это обусловлено тем, где расположена Швейцария. То есть Швейцария расположена в центре Европы. Это никак не может влиять на уровень программ. Есть определенная конкуренция в университетах, поэтому уровень программ постоянно растет. Студенты имеют замечательную возможность по окончании бакалавра или магистратуры изъясняться на двух или на трех языках, которые, как известно, есть в Швейцарии. А также у студентов есть замечательная возможность использования библиотек. То есть студент может заказать любую книжку в мире из библиотеки в Швейцарии, что тоже немаловажно. Очень важно. Многие слышали о том, что есть разделение на частные вузы и государственные вузы Швейцарии. Но не все знают, в чем принципиальное различие между этими учебными заведениями. Да, различия есть. И различие состоит в том, что государственные вузы финансируются в первую очередь государством. Поэтому есть определенная планка и квоты. Например, уже введены определенные квоты в университетах Лозанны или в Тюрик, а квоты в университеты Сан-Галли на 25% для не-швейцарцев. И эта квота введена была уже в 60-е годы. Это достаточно небольшая возможность попасть иностранному студенту в такой вуз. Именно так. Тогда в этой ситуации, я думаю, частные вузы чувствуют себя намного лучше, да? Да, они чувствуют себя намного лучше, потому что в первую очередь финансируют себя сами и никак не связаны с тем, что их будет финансировать государство. Обучение в частных вузах происходит на английском языке, так? Да, на английском языке, и студенту необходимо сдать тест на уровень знания английского языка. При поступлении в государственные вузы студент должен предъявить аттестат о среднем образовании, и этот аттестат не всегда может быть засчитан, так? Да, так и есть. Не стоит забывать о том, что не все аттестаты о среднем образовании могут быть... Котируются. Котируются, да, чтобы поступить в государственные вузы Швейцарии. Тогда как частные вузы, как мы говорили об этом ранее, принимают на основе английского теста или еще нескольких определенных критерий. То есть сама процедура получается проще? Проще, да. А чем отличается сама программа обучения в частном и в государственном вузе? Государственные вузы – это огромная система, которая, можно так сказать, не совсем успевает за рынком, который вот так вот стремительно зарастет, как мы видим. В то время как частные вузы гораздо шире смотрят на это. И преподаватели в частных вузах, например, у нас – это преподаватели практики, у которых есть свой бизнес, есть определенный опыт, и они делятся этим опытом с нашими учениками, что является огромным плюсом, когда студент получит диплом, и у него будет определенный опыт. Я думаю, это просто даже слушать интереснее, да? Студенту такого преподавателя, который рассказывает... Да, да, у которого есть определенные примеры, которые... Примеры из его жизни. А какие специальности и программы прилагаются в вашем частном вузе? У нас есть разные специальности и программы. Одни из них – это управление гостиничным бизнесом, есть нефтегазовая сфера, есть управление мероприятиями, есть управление проектами. И сейчас недавно мы ввели новую программу, которой практически нет аналогов. Это так называемый стартап-менеджмент. Лучший студент данной программы будет, если он захочет открыть свой бизнес в Швейцарии, будет финансирован нашим университетом от Ада. Я, мы будем помогать ему финансами, визой и так далее, если вот желание, если такое будет остаться. Я правильно понимаю, что вы такие одни, либо таких немного программ, как вот... Да, именно так. Чем возможности для студента? Что еще добавлю от себя, это важно, потому что мы очень хотим, чтобы наши студенты приносили что-то новое, делились своими идеями и проектами. И если у нас есть возможность как-то в этом помочь, то именно для этого мы и создали эту программу, чтобы, так сказать, найти таланты. Да, здорово. Спасибо. Это была Мария Магамурзиева, директор Swiss School of High Education. И я, Алиана Грибанова, главный редактор журнала «Экспат» при поддержке Докоскопия ТВ. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok